Биполярное аффективное расстройство Заболевание духовное или психическое? Вы знаете, вот очень важно уточнять понятие, потому что у нас слишком часто употребляется по делу и без дела слово «духовное». Вот что мы под этим понимаем, да? И даже в разговоре с профессионалами, с психологами, с психиатрами, когда задаешь вопрос, а где вот психика? Где она вот в человеке находится? Если это психическое заболевание, то оно где произошло? В какой части тела? В каком месте? И, вы знаете, преподаватель, я помню, университета, как раз института психологии, просто сказал, а я не знаю. Поэтому вот давайте уточним вот эти понятия – духовное и психическое. Психия в переводе с греческого «душа». И психология как некая наука, или точнее направление, которое попыталось стать научным, естественно научным, оно, в принципе, переводится в психологии как «слово о душе» или «наука о душе». То есть изначально психика – это душа. Если говорим о психическом заболевании, тогда мы говорим о заболевании души, и, как нам известно из истории, раньше так и говорили душевно больной. Но если это болит душа, то тогда это заболевание духовное или, как говорится, психическое. Уже такая постановка вопроса будет не совсем правильной. И вот если мы говорим о психических процессах, явлениях, которые происходят в человеке, они где происходят? Они прежде всего происходят в душе. Именно поэтому речь идет о психических заболеваниях, расстройствах, да. Речь идет о душе. Но где она в теле? А она в каждой клеточке тела. Так вот, давайте мы посмотрим на этот вопрос с двух сторон. Со стороны, или, скажем так, в свете святоотеческого нашего учения о человеке, которого Бог сотворил. И с точки зрения, как на это смотрят медицина, психиатры, психотерапевты. В целом, врачи. Что изучает медицина? Она изучает, в принципе, какие симптомы у человека проявляются. Вот когда определяют диагноз, да, врачи слушают человека, что он им рассказывает. Они проводят с ним тестирование определенное, да. То есть, идет некое обследование, в том числе тело. Снимается энцефалограмма, делается компьютерная томография и так далее. То есть, применяются те инструменты, которые может что-то замерить в теле. Мы сдаем анализ биохимический, да. Что там у нас с кровью и так далее, и так далее, и так далее. То есть, медицина определяет изменения биохимических в целом, процессов, происходящих в теле. Но она начинает искать то, о чем говорит человек. Если он говорит, душа болит, психиатр будет изучать, что у него с психикой. Прежде всего, в мозгах. И вот так медицина выстроила классификацию болезни международную, да. И она все время меняется. Теперь уже с этого года в нашей стране вводится в действие постепенно, поэтапно, международная классификация болезней под номером 11. Вы слышите? Уже 11. То есть, эта классификация все время меняется. Меняются наименования, какие-то болезни уже не считаются болезнью. Ну, например, если раньше педофилия или другие извращения считались психическим заболеванием, теперь говорят, нет, это не заболевание, это норма. Это просто другая сексуальная ориентация. И так далее, и так далее. Даже педофилия уже сейчас просто началась. Американская ассоциация психологов, она уже говорит о том, что нет, это не заболевание, это нормально. Тем более, если это по согласию обеих сторон. Содом и Гамора, да, бесовская. Поэтому медицина, психология смотрят на то, что в человеке не так, как смотрит святоотеческое учение. И поэтому медицина больше, да, говорит, она говорит, просто о заболеваниях. Это, говорит, психическая болезнь. Так они решили это называть. Ну, я говорю, даже раньше назывались эти люди душевно больными. И больницы были для душевно больных. Итак, подводим итог первой части. Психическое ли это заболевание? Да, психическое заболевание с точки зрения МКБ 10 или 11. То есть это в человеке нарушены биохимические процессы. И поэтому вот у него теперь появляются такие вот симптомы. То он в манийной стадии, то его куда-то, как в народе говорят, несет. Он увлекается какими-то идеями. И вот он, сломя голову, не отдавая даже отчет себе, не анализируя, куда его несет, его заносит в конечном итоге в ложную цель. И когда он это осознает, он впадает во что? Когда все сорвалось, все не так, как он думал. Он впадает в депрессию. Что делают с этим врачи? Когда они увидели, что человек то в одном состоянии, потом бах, в один момент попал в другое, потом вроде он так исправляется, но исправляется с помощью чего? Лекарств, которые ему назначает врач-психиатр. Когда он в депрессии, ему назначают антидепрессанты, нейролептики и другие лекарства, которые врач со счет нужным. Назначается психотерапия, то есть не фармакотерапия, а терапия вот такими психотерапевтическими технологиями. Словом, одним, как говорится, техникой. А когда вот он вроде бы поправился, он уже выходит из депрессии, он вдруг неожиданно проскакивает вот эту, выражусь военным языком, как военной нейтральную полосу, и быстро уходит в манию. Его опять, у него куча энергии, у него этого всего много, его несет опять. И вот поэтому называется биполярное. То есть би – это два, то есть то в одном состоянии, то в другом. Но почему вот это в нем все происходит? Что врачам приходится применять таблетки, то тормозящие его центральную нервную систему, то есть замедлять процессы, происходящие в его теле, то наоборот ускорять, чтобы выводить его из депрессии. Почему это все с человеком произошло? Почему он заболел биполярным аффективным расстройством? Ведь это не может случиться сразу в один момент. Прежде чем ему установят такой диагноз, должно пройти много событий и даже не один раз побывать у психиатра, скажем, или даже в больнице, чтобы ему поставили такой диагноз. И вот давайте теперь посмотрим с точки зрения святоотеческого нашего учения, то есть духовным зрением. Потому что Бог есть Дух, и святоотеческое учение – это богодухновенное учение. И наши святые – это носители Духа Святого. Они зрят в человека не своими собственными глазами, не своим собственным дебилом, как они сами выражаются, умом, а Божьим. Они потому святые, что их ум соединен с умом Божьим, и в их уме мысли только от Бога. Так вот, нам со времен Адама и Евы с момента их грехопадения известно от святых отцов, из священного Писания, что причиной того, что человек стал болеть, является грех. Человек грешит конкретными мыслями, словами и поступками. Конкретными. Так вот, когда мы соединяемся своими мыслями с теми мыслями, которые в демонах, мы соединяемся с ними духовно. Энергия Духа Нечистого, яд вот этот духовный, проникает в нашу душу. Она им начинает наполняться, как сосуд водой. Но это значит, как раз и начинает болеть душа. Она, процессы, происходящие в душе, изменяются. Изменяется сила души. Но ведь душа животворит тело. И если телу не достает той божественной энергии, которая была до грехопадения у Адама и Евы, то в теле начинают происходить биохимические процессы уже не те, которые должны были бы быть в норме, как говорят в медицине. Пошла не норма. Но чем больше наша повреждается душа, тем больше получает и доступ, и влияние, и зависимость человек от демонов, от этого духовного яда. Поэтому первопричиной почти всех психических расстройств из числа малой и большой психиатрии первопричиной, подчеркиваю, является нарушение процессов в душе, заболевания нашей души. И тогда это становится явным для врачей. Но они пытаются устранять симптомы. Потому что душа не оздоравливается, а оздоравливаться она может только Богом, божественными энергиями. Лекарствами душа не оздоровится. Просто, да, снизится симптоматика, может быть, даже уйдет совсем на время. Но, как правило, люди с биполярным аффективным расстройством должны пить эти лекарства пожизненно. Иначе с ними произойдет такая ситуация, в которой они опять окажутся в психиатрической больнице. Поэтому всем тем людям, которые имеют заболевания, установленные врачами, как диагноз, биполярно-аффективные расстройства, надо понимать простую вещь. Врачи могут ли здесь помочь? Да, могут помочь. И даже более того, эта психиатрическая, психотерапевтическая помощь, она необходима. Но без лечения души Богом, божественными энергиями, проблема не будет решена. Вы так навсегда останетесь с этим диагнозом и будете пить эти таблетки. И разрушаться все равно все больше и больше. Это далее приведет к инвалидности. Об этом говорит статистика. Психические заболевания, если вовремя не обратиться к Богу, перейдут в ту стадию, когда процесс станет труднообратимым. И вы получите уже инвалидность. Поэтому, друзья мои, это заболевание с точки зрения медицины, медицины психическое. И не надо с этим спорить. Пусть медики оценивают это так, как они оценивают. Это их терминология. Но надо знать самое главное, что оно произошло у вас в результате греха, в результате вашей безнравственной жизни. А какая жизнь нравственная? Та, которая нравится Богу. Значит, вы вели себя так, думали так, как не нравится Богу. А все, что Богу не нравится, что не соответствует его заповеди, это не соответствует природе нашей. И поэтому нам становится плохо. Первозданно нашей природе. Поэтому обращайтесь к врачам, но без Бога. Ваше заболевание никуда не уйдет. Идите вы в храм, к Богу, подружитесь с Богом, не отказывайтесь от врачебной помощи. И все наладится. Душа окрепнет, и вам перестанут нужны быть лекарства. Это и произойдет не сразу, со временем, но это произойдет при вашем неотступном следовании тому, о чем нам говорит наше святоотеческое учение. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok